Матрица E0, E1, B, V звезда. E0 и E1 действительные, E0, E1 действительные, V комплексные. Требуется найти собственные векторы, собственные значения. 5 минут. Из формул для собственных значений должно быть видно, что действительные они. Давайте коротенько, как решать. Решать стандартным образом. Просто напомню. Поскольку, если это А, уравнение на собственные значения, это А, X равняется лямбда, X, то нетривиальное решение однородной системы имеет, если детерминант А минус лямбда равен нулю, значит, таким образом, E0 минус лямбда, E1 минус лямбда минус V по модулю в квадрате равно нулю. Детерминант надо нулю приравнять. Давайте распишем лямбда квадрат минус E0 плюс E1 лямбда плюс E0, E1 минус VV звезда равняется нулю. Значит, терминант равняется чему? Эпсилон 0 плюс E1 квадрат минус плюс 4V звезда минус 4E0, E1. Значит, это есть то же самое, что вот последний член я зачеркну, тут минус напишу. Если квадрат разобрать, минус 2, E0, E1 как раз останется. Видно, что дискриминант всегда положительный, что и хорошо. Это действительность решения нам обеспечит. И лямбда 0, 1 равняется, таким образом, 1, 2, E0 плюс E1 плюс минус корень из этой штуки. E0 минус E1 в квадрате плюс 4V звезда. Так, заодно нарисую график. Если собственные значения есть, лямбда 1, лямбда 2, как функция модуля V, то начинаются они с ε0, ε1. Если V равно 0, достаточно очевидно, матрица диагональная, вот они и есть собственные значения. А после этого они, как можно легко проверить, разъезжаются вот так вот, начинаясь квадратично. Если V мало, то тут надо корень раскладывать, и первая поправка будет пропорциональна. Модулю V в квадрате делить на эту разность. А в пределе больших V член с V забивает все на свете и остается, соответственно, плюс-минус V. Давайте так, минус V по модулю и V по модулю. Это очень такой физичный график. Он часто возникает в жизни, когда у вас есть два уровня, которые определяют физику системы по тем или иным причинам. И есть некое возмущение V, которое, скажем так, эти состояния смешивает, не делает их чистыми состояниями, эти два уровня с энергиями ипсилон 0 и ипсилон 1, тогда возникает вот такая картинка, как принято говорить, расталкивание уровней. В общем, дальше все сказано на графике. Значит, для того, чтобы найти собственные векторы, надо взять полученное значение лямбда, подставить в одно из двух вот этих уравнений и получится в две строчки тоже ответить. в две строчки. Хорошо. Сегодня мы будем заниматься одномерным движением. На лекциях уже забылось, когда-то и было, неделю три назад. Кусочно-постоянный потенциал. Начнем с простейшего. При х меньше нуля. потенциал равен нулю. При х больше нуля потенциал равен у. Налетает из минус бесконечности значит, у из минус бесконечности, частица с импульсом p, ну и, соответственно, с энергией p квадрат на 2m. В каком виде будем искать волновую функцию в области слева? Стационарное уравнение Шрёдингера. Давайте сразу условимся, что решаем. Значит, Eψ от х равняется В этой области потенциал, давайте уж напишу явно, это просто p квадрат на 2m. Напомните, напомните оператор импульса. p минус и h dp dr. Итак, волновая функция в левой части уравнения, удовлетворяющая уравнению Шрёдингера для заданной энергии, должна иметь вид psi, давайте левая, это бегущая волна. Значит, я напишу А, но А не буду писать, пусть она с единичной амплитудой налетает, Е в степени, и мне надо написать k на х, у меня задан p, значит, p х делённое на h. Я пишу. Это всё, что может быть слева? Физически. Частица налетает на стенку. Хорошо, пусть стенка очень высокая. Что с частицей будет? Отразится. Ну, что ещё может быть? Не прилипнет же она туда. Значит, математически отражённые частицы, это что такое? Отразившиеся. Если набегающие, это вот такая плоская волна. с минусом экспонента. С минусом экспонента. Замечательно. Я напишу. Плюс какой-то коэффициент. Е в степени минус. p х делённое на h. Теперь справа. Пси r равняется. Значит, зависит от высоты. если высота меньше, чем энергия, то может она и не затухающая, может она убегает. Короче, экспонента. е в степени и q x на h, где q можно найти из закона сохранения энергии. q квадрат на 2m. Ну, как по-русски q. Хорошо q. Кинзадзу сразу вспомнил. Плюс u равняется p квадрат на 2m. Либо q равняется корень из e минус u умножить на 2m. А е это p квадрат на 2m. Вон написано. Так. Обратная волна есть с минусом? Значит, раз спрашиваю, значит нет. Почему? Нет источников в плюс бесконечности. цепь. Хорошо. Тут я должен тоже написать, конечно, какую-то амплитуду c. И у меня два неизвестных. Для того, чтобы их найти, я должен вспомнить условия шивки волновой функции в точке скачка потенциала. вспоминаем вспоминаем условия шивки. Так, psi L от нуля равняется psi R от нуля. Маловато пока, у меня два неизвестных. И производная. ddx psi L от нуля равняется ddx psi R от нуля. Вот теперь два уравнения, два неизвестных. Должно решаться. Давайте вас я попрошу выйти. Пожалуйста. ваша задача выписать эти уравнения в явной форме, то есть подставить psi L и psi R. Можете вот правым краем, правым верхним краем доски пользоваться, там стереть все, что хотите. Ну, ничего страшного. Зал подскажет, какие были уравнения. ну в нолике надо подставить, да, стертая. чему равно я в нулевой? Ну так и стирайте его. вот помощь зала. Давайте напишите где-нибудь справа, я вам помогу. Пси справа было равно е в степени пси R равняется е в степени пси L равняется е в степени и P R делить на H и P и P X делить на H X делить на H плюс нет, внизу плюс к этой экспоненте надо прибавить другую плюс B умножить на е в степени минус и P X делить на H плюс B замечательно теперь производные приравниваем Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Честно говоря, не вижу, но похоже... Продолжение следует... Продолжение следует... С забыто перед первым членом... В левой части... А вон там написано... Вон правее, 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 совсем правее... Так... Ну давайте B и C найдем через P и Q, а потом подставим, что такое Q... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 А что у вас в знаменателе там написано? Вот b равняется по минусу, в знаменателе размерность не та. Какая-то размерная величина. Блин. Вот это похоже на дело, да. Все, спасибо. Стирать не надо. Ага. Ну, в общем, формулы симметричненькие, даже необходимости подставлять Ку. Нет. Тем не менее, конечно, надо обсудить. В первую очередь надо обсудить величину коэффициента отражения B по модулю в квадрате. Коэффициент отражения, это естественно. Квадрат модуля того, что стоит перед отраженной обратно волной. Квадрат модуля амплитуда отраженной волны. Значит, B по модулю в квадрате. Я хочу нарисовать как функцию U. Если U велика больше, чем E, под барьер частица проникнуть в квантовой механике может, но волновая функция оказывается экспоненциально спадающей, то есть Ку оказывается чисто мнимым. Отрицательная величина под корнем. Соответственно, B, P минус Ку делить на P плюс Ку. Чему равен модуль B? Действительное число минус мнимое в числителе плюс мнимое в знаменателе. Единица, конечно, я нарисую на комплексной плоскости для B. Вот это P. Вот это P плюс Ку. Вот это P минус Ку. Это значит, что такое имбэ. Это реал Б. Видно, что это два одинаковых по модулю вектора на комплексной плоскости. Значит, модуль B — это отношение равных чисел, равных модулей, единица. Ну и правильно, частица с вероятностью единица отражается от стенки. Дальше Ку становится действительной величиной. И по мере того, как У уменьшается, отходя от Е, Ку становится все больше и больше. Таким образом, P минус Ку числитель уменьшается, знаменатель увеличивается. Ну, можно озаботиться вопросом о том, как это тут начинается. Как это тут начинается? Ку корневым образом зависит, да, от разности энергии минус У. Значит, числитель корневым образом уменьшается, как-то вот так вот. Ну и, в конце концов, в точке, в точке У равно нулю, барьер должен пропасть, отражение от него должно пропасть. Посмотрите, наши формулы это показывают. Показывают. Если У равно нулю, то П минус П в числителе стоит. Что делается в области У меньше нуля? Частица летит и вместо барьерчика встречает такую падающую ступеньку. Что показывают наши формулы? Что там? П минус Q П плюс Q Тут величина большая, чем Е. Таким образом, числитель меняет знак в точке нуля, но нулю совершенно не становится равен. Ну и знаменатель тоже конечным остается. Значит, на уровне квадрата смена знака ничего не значит. Неожиданным образом вероятность отразиться от, как это называется, антистенки, ступеньки, с которой частица падает, тоже не равна нулю. Особенность волновой природы частиц даже в ситуации, когда классическая частица просто свалилась бы с единичной вероятностью, квантовая частица может вернуться. И даже если я возьму достаточно большую величину U, все равно вероятность вернуться в ноль не обращается. Наконец, если я U устремлю просто к минус бесконечности, что-то да, англицизм у меня сплошный, U устремлю к минус бесконечности, Q окажется много больше P, и вероятность отразиться опять единичная. Значит, где-то тут в области, где откончилась доска, вероятность вернется к единице. Значит, некий парадокс. Ну, конечно, в жизни идеально прямоугольных барьеров не бывает, и если я этот барьер скруглю чуть-чуть, сделаю плавным, то во всяком случае единичная вероятность отразиться от антибарьера, от антистенки на минус бесконечности пропадет, и чем глаже я его буду делать, тем меньше будут квантовые эффекты. Наконец, если по сравнению с длиной волны Дебруэля характерной, ширина барьера будет большая, то у нас будет классика. Таким образом, пропадет отражение от стенки, от ступеньки. Но, тем не менее, тем не менее, конкретная квантово-механическая задача дает вот такой несколько неожиданный результат. Хорошо. Следующая задача, которую мы рассмотрим, это задача, которую я сейчас только сформулирую, у нас 5 минут осталось, о потенциальной яме конечной глубины. минус у 0 x0 минус x0 Значит, мы, вероятно, помним, что решения в этой задаче обладают определенной четностью. Потенциал четный, а решения они или четные, или нечетные. Значит, это, конечно, облегчает нам жизнь. Соответственно, для четных волновая функция в середине это что? нет, я имею ввиду волновая функция в промежутке от минус x0 до x0 пси ох, какое листание от минус x0 до x0 равняется чему? ну, давайте так, давайте забудем про четность. Еще раз, чему равна волновая функция на интервале с неизменным потенциалом? стоячая волна стоячая волна это или косинус или синус. Косинус это четная функция, синус это нечетная функция. Значит, я пишу косинус, давайте я напишу kx если я знаю энергию состояния, она отрицательная и равняется минус e значит, e, ну, давайте e меньше нуля есть некая да, но больше чем минус u уж точно в этом пределе лежат связанные состояния. Тогда k квадрат h квадрат на 2m энергия относительно дна равняется e плюс u вот если я энергию нарисую какое-то состояние с энергией e вот кинетическая энергия одна отсчитанная значит e плюс u значит я обращаю внимание что у меня у положительная константа и отрицательная величина так косинус kx какую-то надо бы написать сюда амплитуду но я не буду нормировать волновую функцию у меня только энергии будут интересны поэтому имею право одну из амплитуд заединичить вот эту единицу возьму значит тут у меня какой-то косинус при x например больше x0 волновая функция это что такое экспонента спадающая e в степени минус qx q квадрат на 2m равняется минус e ну и тут уж я вынужден написать какую-нибудь букву а если x меньше минус x0 то же самое только экспонента с другим знаком потому что спадать в минус бесконечность должна а коэффициент ровно такой же потому что четная функция значит нечетная все почти то же самое си от минус x0 x0 до x до x0 равняется синус kx си x больше x0 просто ровно такой же а е в степени минус qx а а при x меньше минус x0 минус а е в степени qx потому что нечетно синус нечетная функция и так наша задача в точке x0 написать условия непрерывности волновой функции ее производной достаточно только одну точку x0 на минус x0 все будет то же самое тогда у нас получится система уравнений которую надо будет анализировать так мне не хочется все время самому работать давайте вы сейчас напишите в течение нескольких минут систему уравнений на листочках у себя ну в смысле в тетрадках по возможности причешите и продиктуете мне то что получится так ну давайте условия непрерывности волновой функции в точке x0 а е в степени минус qx0 равняется косинус kx0 условия на производная на производную но давайте с той же стороны все-таки минус q минус qx0 минус qx0 равняется синус минус qx0 кx0 x0 ну замечательно два уравнения хочется избавиться от коэффициента а нас интересует в первую очередь спектр а не вид волновых функций конкретный поэтому коэффициент а уж точно то что нам не надо делим скажем второе на первое получается минус а значит что минус уходит q равняется k тангенс k x0 q и k обе выражаются через энергию оба выражаются через энергию так что фактически у нас уравнение определяющее энергии четных состояний давайте сразу поймем как выглядит для нечетных состояний все то же самое только тут синус тут косинус q равняется k k катангенс k x0 минус есть или нет есть так ну видно что трансцендентное неприятное уравнение давайте попробуем понять как выглядят решения как выглядит спектр решений разделив обе части на k так что слева будет q делить на k а справа будет тангенс и катангенс то что мы вроде бы понимаем значит так я еще не стер что такое k и q значит q тут постоянная планка в квадрате по традиции уже забыто давайте давайте напишем чему равно q через k q равняется диктует корень квадратный 2m в скобках е минус у так и забытая постоянная планка отправляется в знаменатель важно так давайте нарисуем как выглядит тангенс он выглядит примерно вот так так и так далее с катангенсом пока подождем без него тяжко так это k это тангенс kx0 так и теперь мне надо q делить на k нарисовать так сейчас это я не то написал точнее вы мне не то продиктовали а я не то сказал значит значит надо формулу выражающую q через k а не через энергию значит h квадрат k квадрат на 2m вот так вот да и знаки теперь наверное тут минус а тут наверное плюс а то вообще ничего не получится а вот эта энергия на меньшую минус минус что минус минус вот он нарисован он просто не виден давайте я сотру эту формулу и напишу ее заново я знаю что у меня h квадрат k квадрат на 2m равняется у минус h квадрат q квадрат на 2m правда значит теперь мне надо q отсюда выразить умножаю все на 2m деленное на h квадрат и пишу что q равняется давайте действительно аккуратнее напишем q равняется тут 2m u деленное на h квадрат минус k квадрат так сейчас все-таки знаки мне не очень нравятся да нет наверное правильно наверное правильно так давайте посмотрим при заданном k если я буду увеличивать если я буду увеличивать k как будет меняться q при k равно нулю q равняется константа а корень из 2m деленное на h дальше я пойду эту штуку k увеличивать корень значит корень будет уменьшаться а мне надо q деленное на k рисовать значит если я просто корень нарисую я вот сбоку сделаю как функцию k он будет какой-то вот такой вот мне надо все это дело на k разделить получится какая-то вот такая кривулька не знаю как она выглядит важно что она где-то кончается где-то обрывается в ноль обязательно пересекает по крайней мере одну первую ветвь тангенса видно да она из плюс бесконечности растет и в нуле кончается и может быть пересекает следующее значит если добавить сюда катангенс это просто вдвое этот чистокол увеличит значит таким образом я вообще занимаюсь какой-то наукой середины прошлого века довольно сложное графическое уравнение рисую кстати разбираю как ведут себя решения значит конечно 21 век это на компьютере нарисовать и посмотреть как как эти графики устроены ну ничего же не сделать учили меня все-таки в 20 вам теперь мучиться вот но дома посмотрите посмотрите порисуйте эти графики это полезное дело значит главное что мы должны отсюда запомнить что есть конечное количество уровней определяемое тем докуда эта кривая добирается а один уровень есть всегда докуда эта кривая добирается определяется величиной ю чем глубже яма тем конечно вот это дело шире чем больше уровней сюда попадает и так выяснилось а там минус правильно стоит чтобы как раз катангенсы я уж не стал внимания заострять чтобы катангенсы правильно себя вели и так мы выяснили что в прямоугольной яме конечной глубины всегда есть хотя бы один уровень и возможно есть еще какие-то уровни сколько там подумайте дома сможете ли вы написать аналитически при каком значении у появляется следующий уровень то есть один есть всегда когда появляется второй задана естественно масса x0 вопрос u такое что существует первое решение в виде синуса существует второй уровень значит подсказка когда уровни появляются они появляются зарождаются с нулевой энергии естественно и начинают потом опускаться вниз фактически надо спросить когда у первого из нечетных уровней энергия равна нулю это будет ответ а теперь давайте поговорим на самом деле о самом главном что в этой задаче есть о том уровне который есть всегда на самом деле если вы вспомните оценку из соотношения неопределенности которая у нас была по-моему неделю назад то вы увидите что утверждение о том что всегда есть уровень находится в кажущемся по крайней мере противоречии с этой оценкой как же так если энергия у частицы маленькая она уж точно не ограничена величиной минусу энергия связи если маленькая как же эта частица в яму конечного размера влезает энергия маленькая значит неопределенность по импульсу хотя определяется этой энергии и чем меньше энергии тем больше должна становиться волновая функция как же она в эту яму от минус x0 до x0 влезает понятно да значит какие версии в чем дело на самом деле я вас естественно не обманываю не обманывал неделю назад не обманываю сейчас волновая функция не влезает в эту яму конечной глубины оказывается очень сильно очень сильно как это сказать вылезающие за пределы ямы то есть соответствующее решение в области малых имеет вид маленького такого кусочка косинуса и двух очень длинных хвостов медленно экспоненциально но очень медленно то есть с очень маленьким q спадающих так что основная вероятность найти частицу сосредоточена в областях вне ямы а сама яма на фоне этой очень сильно делокализованной волновой функции маленькая в пределе мелкой очень мелкой ямы ширина ямы оказывается много меньшей по сравнению с характерной с характерным размером состояния по сравнению с неопределенностью координаты то есть если у стремится к нулю то у нас дельта х квадрат средняя оказывается много больше х 0 я попробую нарисовать это в масштабе для того чтобы на фоне ямы сильно делокализованную волновую функцию изобразить я нарисую яму очень маленькую такую и вот в этой яме живет я положительно волновую функцию нарисую огромная волновая функция давайте я теперь представлю себе последовательность таких как это сказать таких систем все более и более уменьшая глубину дельтой ямы новая функция будет все расширяться расширяться если каждый раз я буду рисовать в масштабе у меня волновая функция у меня яма будет сужаться 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 на фоне волновой функции да значит таким образом если за естественный масштаб выбрать масштаб на котором меняется волновая функция в пределе мелкой ямы эта яма очень узкая самая узкая функция которую мы знаем это дельта функция мы знаем дельта функция так более-менее значит математически ориентированные люди сейчас скажут что это ядро единичного оператора значит физически ориентированные люди скажут что это такой высоченный пик ну давайте думать что это высоченный пик нам важна конечно не высота а узость дельта от x предельный случай очень узкого пика изображается вот таким вот образом если от x минус x0 вот x0 я нарисую не имеет ширины значит интеграл дельта от x минус x0 dx равен единице от минус бесконечности до бесконечности и дельта образная последовательность стремится к нулю если x не равен x0 так как я уже сказал в пределе мелкой ямы на масштабе волновой функции эта яма это дельта яма то есть у от x равняется минус w дельта от x разумеется как только я написал дельта функцию я фактически сказал что я собираюсь забыть про все внутреннее устройство ямы забыть про то прямоугольная она не прямоугольная какие конкретно длина и ширина у нее все что меня интересует про эту яму это интеграл по x от потенциала который должен быть равен минус w тот факт и тот факт что при удалении от нуля потенциал быстро оказывается равным нулю в середине может быть все что угодно ну и для решения задачи с таким потенциалом по хорошему мне не надо заниматься шивкой волновой функцией внутри этого самого прямоугольника то что я делал на двух границах то что тут волновая функция и производная совпадают а надо научиться ставить какие-то нового типа условия шивки на уровне вот таком давайте попробуем просто порешать соответствующее уравнение е psi от x равняется минус h квадрат на 2м d2 dx дважды psi вычесть от x вычесть дубль в дельта от x psi от x нарисую вниз на этот раз торчащий пик дельта образный слева подходит волновая функция справа уходит волновая функция есть соответственно psi от x к минус нулю и psi от x к плюс нулю а в середине что-то происходит связанное с тем что есть потенциал ну что делать давайте выберем две точки одна чуть слева от ямы другая чуть справа от ямы и между ними уравнение шредерера проинтегрируем значит минус дельта x и до дельты x начнем с самого простого вот вот этот кусочек интеграл дельта от x psi от x dx от минус дельта x до дельта x чему равен давайте минус дубль в напишу почему равен интеграл дельта функции с любой функцией другой знаете что такое дельта функция смелее сама функция ядро единичного оператора psi от нуля ну минус w которая слева стоит е интеграл просто psi от x dx от минус дельта x до дельта x не буду вас мучить вопросом легко понять что этот интеграл стремится конечно к нулю при малом дельта x а если psi конечная значит стремится к нулю наконец последний интеграл интеграл от минус дельта x до дельта x d2 по dx дважды psi от x dx как вы думаете чему равен этот интеграл можно взять явно чему равен интеграл от первой производной какой-либо функции между двумя значениями разности функций интеграла второй производной разности производных равен d dx psi от минус дельта x до дельта x все больше нам ничего не надо я устремляю дельта x к нулю значит это правая граница плюс ноль это левая граница минус ноль дэпси по dx в точке x стремится справа плюс нулю равняется переношу это дело в левую часть дэпси по dx в точке x стремится к минус нулю и вот эту штуку тоже переношу налево значит ну вот в эту часть значит таким образом не забыв вот эту штуку множитель h квадрат на 2 пишу 2 m w наш квадрат psi от нуля осталось проверить знак знак тут минус тут вот минус да в другую часть я тягал тоже минус значит минус правильно описан новый для нас тип шивки скачок производный пропорционален значению функции в этой точке множество коэффициент веточину дельта ямы после этого уравнения шрёдингера которое я писал решается на ура еще раз xe psi равняется p квадрат на 2 m psi минус w дельта от x psi 1 слева и справа от ямы волновая функция имеет просто вид экспонента psi от x меньше нуля равняется e в степени и ой без и q x psi от x больше нуля e в степени минус q x коэффициент заединичил скачок производный депси по dx это q значит q с минусом равняется q с плюсом минус 2 m w деленное на h квадрат коэффициент я взял единичным все от нуля равно единице все q равняется m w на h квадрат уровень энергии в мелкой яме можно проверить вернувшись к прямоугольной яме что это правильная формула для предела основного состояния в прямоугольной яме если глубина этой ямы мала но повторюсь повторюсь как только написано дельта функция это сразу означает что совершенно не важно как яма выглядит все что от этой ямы нужно знать это надо знать интеграл глубины по dx величину w и в одномерном случае всегда в такой яме будет находиться уровень уровень вот вот на такой с таким q ну и соответственно с энергией h квадрат q квадрат делить на 2m значит обращаю внимание всегда вызывают сложности с формулировкой с пониманием мелкая яма и дельта функция тяжело друг с другом вяжутся потому что дельта функция никак понятийно с мелкой ямой не бьется дельта функция это нечто очень высокое либо очень глубокое наоборот и узкое оно глубокое и узкое не само по себе а по сравнению с чем-то вот по сравнению с тем состоянием которое получается оно оказывается очень узкое а по сравнению с энергией этого состояния оно получается очень глубокое хотя начинали с того что это предел мелкой ямы вопрос чем сравнивать энергия основного состояния стремится к нулю быстрее чем глубина ямы